Всем привет, меня зовут Максим Дахин, я один из основателей и технических директора группы компании KROX. Сегодня продолжаем об антеннах и рассказ будет о логопериодической антенне. Вот и нашел у нас в залежах один из прототипов логопериодической антенны. Она выполнена на стеклотекстолите FR4. Элементы антенны вытрулены из медной фольги. Вот такая простенькая антенна. Какие у нее достоинства и недостатки? Логопериодические антенны являются широкополосным типом антенн. И полосы их частот могут быть огромными. То есть это запросто может быть антенна с полосой частот, начиная от, допустим, 10 МГц, заканчивая 1000 или 2000-3000 МГц. Но она, конечно, будет иметь огромные размеры. Вот от вот этих элементов, которые идут в основании антенны, зависит минимальная рабочая частота. От этих элементов зависит максимальная рабочая частота. От количества вот этих элементов зависит равномерность амплитудно-частотной характеристики данной антенны. Из важного. Конечно, мы не можем... Здесь вся эта антенна, это такая компромиссная антенна. И если мы пытаемся сделать очень широкую полосу частот, то это чревато тем, что она получается очень длинная. Либо мы, если делаем короткую антенну, то у нее получается неравномерная амплитудно-частотная характеристика. То есть в полосе рабочих частот у нее усиление очень сильно гуляет в 80 частоты. Из ее достоинств это, в общем-то, простота конструкции. Она легко считается, легко моделируется. В общем-то, ничего в ней плохого особо нет. Из недостатков этой антенны это ширина диаграммы направленности и большие задние, боковые лепестки здесь, скажем так, нормальные. А вот задний лепесток у нее, она хорошо очень излучает назад. И у нее очень широкая диаграмма, то есть она вот так вот хорошо излучает. И сюда она тоже достаточно сильно в этих направлениях излучает. Усиление у нее, как правило, небольшое. Как он работает? А еще важная особенность. У нее диаграмма направленности очень сильно зависит от частоты. Да, это важная особенность. То есть, скажем так, на высоких частотах, где работают вот эти элементы, у нее очень широкая может быть диаграмма направленности. И на низких частотах, где работают только вот эти элементы, у нее, наоборот, растет, поскольку здесь вот каждый для этих элементов, скажем так, вот берем первый элемент, вот эти элементы, здесь принцип работы очень схож с антенной Удаяги, а-ля волновой канал. Так вот, вот эти элементы являются рефлекторами для вот этих элементов. Если мы рассматриваем, когда работаем на вот этих элементах, то вот эти являются директорами, директорами, правильно надо сказать, для вот этих элементов, а вот эти являются рефлекторами для вот этих элементов. Ну и вот эти последующие уже в качестве рефлекторов меньше вклад вносят. Если мы говорим уже о том, что работаем сейчас на вот этих элементах, то группы вот этих вот элементов являются директорами для вот этих элементов, а вот эти элементы являются рефлекторами. То есть получается так, что у нас хорошая, относительно узкая диаграмма направленности и хорошее усиление достигаются только тогда, когда мы работаем на вот этих, на вот этих, на вот этих. А когда уже приближаемся сюда, то у нас диаграмма направленности становится широкая, потому что директоров становится меньше. Ну и, собственно, рефлекторов, а вот эти они уже как рефлектора не особо работают в данном случае. Да, собственно, где они применяются, эти антенны? Наиболее широко они применяются в телевидении. Вы наверняка их видели. Иногда их называют елками, эти антенны. Да, она немножко похожа на елку. Также эти антенны, из-за того, что здесь относительно легко высчитывается усиление, относительно легко получается широкая полоса частоты, равномерность определенной частотной характеристики. Эти антенны могут применяться как измерительные для калибровки других антенн и проведения радиоизмерений. Также их могут применять для поиска радиоизлучений. Но, напоминаю, соответственно, в большом угле вы будете искать и локализовать источник радиоизлучения. Будет относительно сложно, но зато вы можете достаточно точно померить радиосигнал. У них неплохая развязка по кросс-поляризации. То есть, если антенну одну расположить вот так, другую расположить вот так, то будет направить друг на друга. И если они будут работать в разных поляризациях, то развязка будет достаточно хорошая. Она имеет небольшое паразитное излучение в другой поляризации. Коэффициент усиления у нее из практики, из того, что продается на рынке, это, как правило, от 5 до 9 от силы децибел. Ну, в общем-то, наверное, все. Про эту антенну больше особо нечего рассказать. Все, тогда спасибо за внимание. И до встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok